Всем привет! Добро пожаловать на канал Акваинформация. И сегодня мы с вами поговорим о такой рыбке, как тетрасветлячок, эритрозонус. Тетрасветлячок, эритрозонус, обитает в лесных водоемах северной части Южной Америки. Тетрасветлячок обладает слегка вытянутым, уплощенным с боков и полупрозрачным телом. Анальный плавник длиннее спинного, хвостовой двухполосный. Имеется жировой плавник. Основной окрас тела эвалируется от серо-зеленого до желтоватого цвета, со светлым брюшком. Начиная от глаз и до конца хвостового стебля по бокам, тянется ярко-красная продольная полоса. Наиболее ярко выглядит при верхнем освещении. Глаза блестящие. Сверху ярко-красные, снизу голубые. Плавники прозрачные. Спиной спереди имеет красную полоску. Кончики остальных окрашены в молочно-белый цвет. Половые отличия. Самка более плотная. Самец. Кончики плавников наиболее интенсивно окрашены в белый цвет. В длину вырастает до 4,5-5 см. Тетрис-встречок мирная, активная и стаянная рыбка. Обитает в нижнем и среднем слое воды. Содержит в общем аквариуме с другими мирными рыбками аналогичного размера. Тетрис-встречку для содержания подходит теодинистый аквариум от 60 см в длину. Хорошо засаженный растениями и темным грунтом. Параметры воды для правильного содержания эритрозонуса. Жесткость до 15 градусов. PH от 6 до 7,5. Температура от 23 до 25. Необходимы фильтрации, сильные аэрации и еженедельная подмена воды до 30% от объема. Тетрис-встречок употребляет в пищу живой корм и заменители. А также может дополнительно кормить растительными кормами. Для разведения тетрис-встречка необходим аквариум с уровнем воды 15-20 см. Засаженный растениями с удлиненными стеблем и рассеченными листьями. До одной нерестовика укладывается сепараторная сетка, либо мох. Субстратом может быть посажена в углу крупный куст мелколистных растений. Воду берут торфанную, оставшуюся в течение суток. Жесткость до 5 градусов. PH от 6 до 6,5. Температура от 25 до 28. Производители перед нерестом в течение двух недель держат раздельно. Сажают рыбок в аквариум вечером. На одну самку два самца. Нерест начинается утром при солнечном освещении. Самка мечет до двух сотен икринок. Сразу после этого производители отсаживают. Уровень воды понижают. До 10 см. И затемняют аквариум. Эдекабиационный период длится от 24 до 48 часов. Мальки начинают плыть и питаться на 3-6 сутки. Сартовый корм, инфузорий и калавратка. Растут мальки очень быстро. Половой зрелости театр «Свеличок» достигает в возрасте 60 месяцев. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok